Поэтому по десятине, в общем, у нас вчера занятия были, но и не было занятий, в общем, батюшка говорит, давайте свои вопросы. Ну и у меня вот такой вопрос, нас сейчас трое ходят в церковь, вот я, сын не ходит, старшая дочь и муж. И вот десятину платили. А мне выдала одна, которая свечи гасит, вот за свечами ухаживает, она говорит, вот десятину ты даешь и забираешь обратно. Я говорю, как это забираю обратно? Ну ты свечи берешь и записки пишешь. Я говорю, так я договорилась, чтобы не было греха Симонии, с батюшкой так договорилась, что буду платить десятину и свечки. Две свечки беру, говорю, и две записки только пишу. А она говорит, ну вот ты же забираешь? Я говорю, так я не одна плачу, у меня и муж, и дочка старшая. А теперь я, в общем, рассердилась, мужу сказала, а он говорит, ну и не будем платить, найдем, говорит, кому заплатить десятины. Что делать? А виновата ты во всем. Зачем ты эти свечи берешь вонючие, когда они не восковые? А вот тогда она не имела бы что сказать, и мужа бы не тронули. Огонь-то ты разожгла со своими свечами. Зачем они нужны? Иди молиться. Копоть одну разводите, как отец Владимир Головин говорил, говорит, иконы там отмыть не могут. Копоть одна. Она правильно сказала. Она не высчитывала рубля. Видела, что берешь и бесплатно. Не подходи к этому киоску никогда. Он выгнал продающих и покупающих. Что ты делаешь? Так и буду делать. Спасибо, Христос. Близко не подходи. Близко. Не подходи никогда к кассе. Даже близко не подходи. И тогда извинись там как-нибудь перед ней. Все. И загладиться. И мужу, и дочери скажи, скажи. Не надо брать. Тем более она пототкнула-то тебя. У нас тут нет продажи свечей. Никто ничего не скажет. Мир вам, Игнатий Тихонович. С миром. С миром, Наталья. Я вот в продолжении разговора, Рахиль. Я вот тоже, чтобы свечи эти не брать, я сейчас их вообще не покупаю. И на исповедование иду вообще свечи не кладу. У нас так в храме заведено. Кто идет на исповедование, берет свечку, кладет и потом исповедуется. А потом перепродают их несколько раз, эти свечи. Я работал в церкви, знаю. Это та же самая симония, грех смертный. Не трожьте свечи, отойдите. Сколько лет уже говорю вам. Если нужно, сама воск купи. Чисто живешь без мужа. Вылить свечи, какие надо. Подойди, поставь там, чтобы тебя мало кто видел. Прям сами лезете в капкан. Ну, в части свечи я не беру, конечно. Я прям четко на этом стою. Но вот в части записки у меня получилось так, что в лавке женщина сказала, дайте мне записку вашу. Я деньги заверну, а я как-то растерялась, дала. И она вроде как посмотреть, сколько десятина. Это до меня потом дошло, что это любопытство было. И теперь получается, что я священника не могу найти чистого. Нет чистого священника. Что я делаю? Я беру десятину, кладу в записку, дома пишу записку, там до десяти имен. И несу, там есть кружка у нас такая большая стоит, ну, такой ящик. Тимирская кружка. Там на восстановление храма в Тимире. Я туда кладу. Это правильно или нет? Надо конкретно смотреть. Потому что они обманывают. Священник должен получать. А куда они там разворуют это, может, ему ничего не будет. Торговля, раз есть, никакой десятины платить им не надо. Десятину он платит там, где нет торговли. Торговля-то для чего? Для наживы. Для того, чтобы прокормить священство. А десятина для чего? Чтобы прокормить. Одно с другим несовместимо. Одно повеление Божие, а другое проклятие. У нас в Краме торговля есть, мать и техники. Ну, торговля, пускай, ты ничего не сделаешь. Подойди, скажи, сама не подходи, не оскверняйся. Торгующих и покупающих изгнал. А если ты мимо прошла, тебя выгонять Христос уже не будет. Спаси Христос. Слава Господу. Вы как-то не держитесь этого и сами запутываетесь. Никак. Я уже сколько раз об этом говорил. А вот десятина в Новом Завете не говорено, как не говорено. Когда Господь говорит, меня обкрадываете. Обкрадываете. Он участник в нашей работе. Что земля перестала быть Божьей, солнце не Божье, воздух не Божий. Что мы сеем не Божье. Ясное дело, что безумцы. Это проклятием прокляты. Просто прокляты. А тут проклятием прокляты. Вообще. За то, что люди не платят десятину. Она Божья. Ее воруют. Меня обкрадываете. Он не сказал, что вы жадной не даете. Сребролюбивая. Нет. Меня, Бога, обкрадываете. Десятина моя. Я вам ее приложил к заработку. Вы ее не заработали. Это моя десятина. Я не могу достучаться еще, как глухие аспиды люди. Никаких доказательств не надо. Она Богу принадлежит. И берущий обворовывает Бога. Считайте, Малахи, проклятием вы прокляты. Весь народ. А вот нигде не упоминают о десятинах. Ну, еще же они будут упоминать, когда проклятием прокляты. Не платили. Совершенное помутнение разума и совести. Игнатий Тихонович, а это где-то в канонах написано, что прям священнику нужно в руки давать? Обязательно? Не написано, но и так понятно. Это вся, которая вокруг торгаши, и даже исчезнуть. И остается один священник. Кому же надо давать-то? Проходимцам? В налоги, в фонд мира. Так, вопросов больше нет, отхожу. Да есть еще, Игнатий Тихонович. Так давай. У меня не по Библии вопрос такой, мирской. Что посоветоваться с вами? Я у вас там видел голубя и кошки. Что мне завести? Кошку? Попугая? Или купить аквариум? Кошку, кошку. Я понял. Кошку. Она будет и мышей ловить. Ее погладить можно, и она тебя греть может. А у меня машины нет, я в квартире живу. Ну и в квартире. А, да, там есть в этой самой квартире. Она не помешает никогда. С ней дети могут поиграть. А эти, которых ты назвал, они зачем тебе нужны? А кошка свободное животное. На улицу, если можно, выпустили. А нет, значит, держит при себе. Вопросы. Так, все, я ответил. Все, зря время не тратить. Что еще есть? Игнатий Тихонович, ну, вот, засчитаю вопрос. Ольга Ломакина пишет. Десятину ведь можно отдавать нуждающимся, больному, голодному и так далее, если нет честного священника. Можно, можно, можно. Вторая десятина. Вторая. Десятина священнику, вторая десятина на нищих. Так и написано. Табита, первая глава, восьмой, девятый стих. Она правильно сказала. Надо платить не одну десятину, а три десятины. Просчитайте там. Там все это написано. Десятина, это не мерить нищего тебе за награды никакой нет. Нищему сколько можешь. Щедро кто сеет, щедро пожнет. Ну, то есть, вопрос еще, может быть, поставлен немножко иначе. Будем говорить так, что священнику обязательно отдавать десятины. То есть, ну, это десятина, скорее всего, не священнику лично должна принадлежать, а принадлежать церкви крестовой. Правильно я понимаю? Но оно больше ничего не надо, когда церковь построена, только священника прокормить. А он теперь на это может там и, может, куда-то требуется уделить. Вот у нас платят, там пожар случился, церковь в Белоруссии знакомого нашего батюшки. Он туда деньги отослал. У нас сразу сбор. Десятина принадлежит священству. Беспрекословно. То есть, это может быть необязательно священник. Это может быть какой-то чтец, проповедник этой церкви. За это не получают ни чтец, ни проповедник. Эти должности не оплачиваются. Только непосредственно священник. Только непосредственно священству. Диакон и священник. Игнатий Тихонович, платить туда десятину, куда ходишь на службу, или я могу в другой город отправить десятину? Ты можешь отправить. Если там торгуют, найди город, где не берут. Все, тогда вопрос у меня решен. Игнатий Тихонович, тогда вопрос решен у меня. Все. Все. Торговля идет, они заменили ее. Мамона. Мамона во много раз больше, чем десятина. И поэтому они не берут некоторые. А он машина освещает, квартиру освещает, крещение. За все деньги берут. Вот у нас десятина включенная. У нас ни за что, ни с тарелкой не ходят, ничего этого нет. Мы не нуждаемся в этом. Стали перекрывать крышу. Десятина, батюшка, сразу все. Нужна какая уголь сейчас. А и трещина десятка тысяч. Все. Значит, можно десятину выслать туда, куда я знаю. Да, все. А пожертвования я могу положить в свой храм уже, да? Да. Потому что я туда хожу. Сами посмотрите. Когда строится храм. Строится храм. Нужна какая там, в топливе или в чем. Спасибо Христосу. Слава Христу. Все, ухожу.